30 ноября 1986 года саркофаг предстал перед нами именно в таком виде, вот как он виден на этом снимке. Потом его покрасили в серый цвет, но 30 ноября так и осталось датой, когда празднуют всех, кто причастен был к его строительству, как день закрытия саркофага, день окончательной сборки его. Это как раз перед сваркой их соединяет таким образом, чтобы не было, чтобы вот эта ферма представляла одно целое и не было выступающих частей. Ну вот эти фермы, они подвигались на прицепах, заливались бетоном, все бетонировались. А это сваривается из этих ферм одно целое. А вот эти машины разграждения, которые заталкивали эти прицепы с фермами к саркофагу, к стенам станции. Вот решают, как убрать мачту. Ага, поднимают выше. Все управляется из кабины. Вот она сейчас должна быть поднята. Эта мачта предназначена для труб. Для того, чтобы можно было трубы захватывать. Можно плиту бетонную за петлю брать. А, вот он толкает даже с помощью этой мачты. Усилий здесь несколько тонн. Как правило, эти сооружения, вот эти вот фермы, они подвозились почти к саркофагу, почти на место саркофага. И буквально перемещались на считанные метры, где-то метр-два. Они строят, строили все. Все блоки построили, все с самого начала. А теперь погреб патчет. С первого блока. А теперь надо... С первой, второй, и третьей, и сейчас третью очередь же. Я не представляю, макину 25 метров, которая будет. Не, мы будем сначала ярус 5 метров, потом она забетонится. Потом уже стенка. Эта стенка 7 метров ширина, а выше будет стенка 4,400. Когда это забетонится, сверху-то уже поставится. Тоже специальными кранами, с дистанционным управлением, все это будет ставиться. Ну что, спасибо большое. Мы сейчас будем снимать. Это в Чернобыле. Завод был такой, укрепленной сборки. В руинах находится топливо. Чтобы это топливо не простреливало и не фодило. И защитить защитной стеной. А потом она будет закрываться сверху. С вентиляцией. Вот для этого делается такая стена. Но так как там повышена радиация, и там ничего не сделаешь нормально, значит решили сделать передвижную такую опалубку, которая будет собираться в троллерах. Вместе с троллерами будет подаваться вот этими фирмами. Значит, определенным способом на место. А цепляться там, вот, а потом бетонироваться будет. А представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Ну, хотя бы организацию. Атомоэнергостройпроект. Этот товарищ не представился. А все-таки на атомоэнергостройпроект перевел разговор. Вот я когда поступил в эту, попал в эту отрасль, а попал я в нее в 1982 году, особенностью большой этой отрасли было то, что там люди меньше говорили о работе. Могли завести беседы на любую тему, но о работе все время говорили, как правило, или по существу, или старались не говорить лишних слов. Наверное, боялись, наверное, были приучены так. Быть малословным и, как правило, исполнять команды и отдавать команды четко, разумно, как в армии. Атомоэнергостройпроект. Мы занимались организацией строительства и занимаемся атомных электростанций. Ну, конечно, для нас это дело новое. Такое не делали. Ну, вот сейчас придумаю. Скажите, вот если бы такое задание было, условно говоря, в мирное, не аварийное, ну, конечно, в другое было дело совсем. По-другому делали все, это совершенно точно. Если бы мирное время было. Но так как это делается, нужно в течение буквально нескольких дней, значит, оно делается из-за того, что можно быстро сделать. Так вот, потому так. Хорошо, спасибо большое. Да, в то время все делалось на коленке и очень быстро, поскольку изобретательности предела нет в человечестве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok